Из книги «Открытым оком», 27-й том, тема Лапкин книги, вопрос 3902. «Я приносила старообрядцам ваши книги, а потом они перестали брать и сказали, что вы отлучены от церкви. Что они имеют в виду?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Они имеют в виду свою обычную ложь, темноту и свирепость. Я был оклеветом отцом Павлом Морозовым. Может, это Павлик Морозов уже выздрел для более важных доносов? Что увел якобы всю молодежь к Бактистам?» Я об этом уже отвечал немного в 11-м томе «Открытым оком. Вопрос 2406». «Потом меня обласкали в архиепископии, а священник Сахаров даже обнял и поцеловал, похвалив, что мы всю эту клевету выдержали достойно, и сказал, что фляузу возвел на нас протерея бывший духовник архиепископа, отец Павел Морозов. Нам дали вот эту бумагу». Божию милостью Иосиф Старообрядческий, архиепископ Московский и всея Руси. Сентябрь. Сентября 22-го 1969 года. Москва, 52. Рогожский поселок. Дом 29. Телефон 326-87. Г.И.Х.С.Б.П.Н. Настоятелю церкви во имя Рождества Пресвятые Богородицы в городе Новосибирске священнику Трофиму Артемьевичу Гребневу. Извещение. Благоговейный Иерей, отец Трофим, сообщаем вам, что старообрядческую архиепископию посетили прихожане в Новосибирской общине супруги Игнатий и Надежда Лавкина, состоящие в отключении от церкви за молитвенное общение с бактистами. Принимая во внимание искреннее раскаяние в допущенном соблазнительном поведении и обещании впредь не общаться в молитве с инаковерующими, считаем возможным снять с Игнатий и Надежды эпитимию отлучения и допустить их к церковному общению с верными. Основанием для снятия эпитимии послужила также ваш, отец Трофим, письменное свидетельство об исправлении отлученных. Благословляю вас, отец Трофим, принять Игнатий и Надежду в церковное общение и поручаю вам, как духовному отцу, иметь о них пастырское наблюдение. Бог вам в помощь. Призываю на вас мир и Божие благословения. Смиренный Иосиф, архиепископ Московский и всея Руси. В это время мы уже переехали в Барнаул и я ни разу больше не был у старообрядцев на их молениях. Ни разу. Мне этого уже было вполне достаточно и я совершенно твердо уверовал в то, что у старообрядцев трудиться в евангельском духе, благовествовать, миссионерствовать не дадут никогда. Так, от какой же печной трубы могли меня они отлучать и за что, если я уже работал печником не у них. Но когда я уезжал в Америку в 1992 году, то был у них в архиепископии и они архиепископ Олимпий. Его брат Леонид и еще несколько человек с Антоновым Александром вкупе очень хотели, чтобы я был у них на их условиях. И я тогда сказал, сначала проверьте, на каком я счету у вас. И секретарь очень долго искал, ничего не нашел. И Олимпий сказал, будем считать, что ничего не было. Я же просил на это их яко небымши написать опровержение, разослать старообрядцам. Когда же я пришел первый раз на исповедь в Покровский собор к отцу Симеону Титову в Московской Патриархии. И рассказал ему все, спросив, могут ли старообрядцы налагать на отошедшего от них прещение. То он только посмеялся над такой мыслью. Книги же мои не читают старообрядцы вовсе не потому, а, как сказала одна из них моей сестре, Игнатий ссылается на Библию, я ее не читаю и не люблю. Им до моих книг еще расти не одно столетие. Даниил 13.43 Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. Псалом 55.7 Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Следует внести некоторую поправку, некую поправку в дату сего документа. По всей вероятности, здесь простая опечатка, так как включение было в 1967 году, а снятие в 1968 году. В Барнаул мы приехали окончательно второй день Пасхи в 1968 году. Дата-то очень хорошо запомнилась тем, что мы приехали в Барнаул, не имея места, где остановиться. С вами была и моя сестренка Марфа, которой было в то время 8 лет. Она жила у нас в Новосибирске. Мы заехали к Корниловым Ивану Фадеевичу и жене его теть Поле, у которых еще много раньше, жили на квартире почти все наши ребята. Они жили как раз за горбольницей на улице Молодежная. Пока я прощался с хозяевами, Марфунька выскользнула за дверь второго этажа. Мы вышли, ее нигде нет. Мы забегали по этажам пусто, на улицу нет нигде. Что делать? Было от чего захолонуть сердцу. Но мы встали на молитву, и вдруг с верхнего этажа выходит мужчина и выводит ее из комнаты, живую и невредимую. Столько забот дала всем нам. И еще относительно отключения. Оно было не только дико беззаконным, но и вообще основанным на абсолютной лжи и ненависти. Но так как у старообрядцев конь есть ложь во спасение, то это у них в порядке вещей. Отклеветавший нас отец Павел Морозов жестоко и тоже вполне неоправданно был запрещен старообрядческой архиепископией служения. Потом с него был снят сам, и запрещено было даже молиться за него после его смерти. Это уже запредельная свирепость старообрядцев, причем тоже из обычного их арсенала. Желание уже после его смерти досадить ему и его родным непримиримая вечная ненависть к Никону и царю Алексею Михайловичу 1666 года растворило их в дремучей мстительности и непримиренности к тем, кто не с ними, хотя бы в одной букве, в одном не так пригнутом пальце. Попытаются ли они эти слова опровергнуть? Когда нам была уже выдана бумага, мы на самом выходе в тамбуре встретили Евгения Бабкова, старообрядца, чей отец Алексей работал в архиепископии и который допустил меня к их библиотеке, где я провел доброе время и даже ночевал там. И с Евгением мы были чуть ли не одногодки. Он, кажется, окончил строительный институт. Какое-то время мы с ним даже заедка переписывались. И однажды, рассылая письма с поздравлениями с Пасхой, я допустил роковую ошибку. Письмо к баптистам Еремеевым заложил к нему, а его к ним. Все, конечно, не обратили особого внимания на опошность, а вот уж старообрядец с мертвой хваткой вцепился в слова, где я баптистов назвал братьями. Он мгновенно вычислил меня и объявил мне войну. Ни о каком примирении не могло быть речи. И сколько я не писал к нему, сколько не пытался разъясниться, что в доме Еремеевых я получил впервые, и в Евангелии все было напрасно. Он постарообрядчески не просто отверг меня, но делал все возможное, чтобы мне никогда не быть с ним в одной упряжке. Увидев нас в тамбуре, он грозно спросил, взглянув из-под лобья, а вы что тут делаете? Я все еще в эйфории от радости тут же и сказал, незаконное отлучение снято с нас. Он так и вскинулся. Стойте тут! И побежал в канцелярию. Его долго не было, и, наконец, он темный и хмурый выдавил. Ладно, идите. То есть он уже с снятой клеймо снова пытался навесить на нас. Так о каком же сотрудничестве, о каком братстве во христе могла идти там речь? Ой, если бы при самом начале войны против меня знали, а не с отцом Павлом, что ждет их? Этот Евгений потом служил в городе Гомеле священником. Отец Андрей Долгов из Новосибирска, один из самых близких и лучших друзей моих, встречался с отцом Евгением. И, как рассказывал Андрей Феодотович, они подолгу с ним гуляли ночами, и отец Евгений постоянно и очень настойчиво убеждал Андрея, чтобы тот порвал со мной всякую связь и вообще не встречался. Но Андрей убеждал отца Евгения в обратном, хотя и безуспешно. Однажды, когда отец Евгений ехал в Москву, случилась большая беда. Идущий навстречу грузовик Долгуша, как мне описывали и нарисовали схему крушения, перерезал им дорогу, перескочив между путем. Удар пришелся как раз с правой стороны спящего отца Евгения, которому не было дано на покаяние ни одной доли секунды. Мгновенная смерть. У него осталось девять детей. Как мне говорили, еще один враждующий сошел с дистанции. Я помолился тут же о его несчастной душе, ибо он ушел вечно с тем, что переполняло его старообрядческое сердце с неправдой и ненавистью. Прости его, Господи, не ведал он, что творил. И так прошло уже шестьдесят девять моих лет, и из них сорок шесть Евангелий в руках. Я постоянно убеждаюсь, что значит охрана Божия. Солом шестнадцать восемь. Храни меня, как зеницу ока в тени крыл твоих, укрой меня, второзаконие тридцать два десять. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Захария два восемь. Ибо так говорит Господь Саволов. Касающийся вас касается зеницы ока его. Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль, небесердечностью своею. Меня бронят, когда мне жаль. Того, кто в слабости невольной или в заблуждении согрешит, хоть и обидно мне и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло. На невежа твое обильное нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждением, чем грусть и скорбь сносить от тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом? За нас распятым на кресте 1 мая 1888 года. Константин Романов